Всем привет, с вами Зававон, и сегодня я хотел бы вам показать нашу базу по Satisfactory, которую мы выстроили в течение пяти игровых дней, и вот что у нас получилось. Сразу говорю, что она не претендует на какие-либо лавры, и это только начальный вариант, поэтому давайте рассмотрим ее немножко детальнее в этом не очень большом видео. Итак, в основном все питание у нас идет от сжигателей твердого топлива, которые располагаются здесь. Нам, естественно, стало мало двух стандартных комплектов, мы построили еще больше. Между собой мы называем бёрнеры, соответственно, они нам поставляют основное количество необходимой энергии. Но за нашей базой располагаются две точки, которые добывают уголь, поэтому угольная энергия у нас в достатке, но к ней мы вернемся несколько позже. Давайте рассмотрим всю базу немножко подробнее. Итак, с этого прекрасного вида мы видим нечто зеленоватое. На этом зеленоватом конвейере мы производим твердое топливо для питания вот этих вот красных прожорливых ребят-бёрнеров, и, соответственно, для всего, что может питаться от твердого топлива. Разворачиваемся на 90 градусов и видим синие постройки. Что же добывает этот синий конвейер? Здесь у нас производится известняк. Как и половина предметов на нашей базе, он не особо проапгрейджен, и поэтому пока что производят стандартные значения, которые он выдает по умолчанию. В будущем мы собираемся это все дело апгрейдить, поэтому все верстаки, все крафтилки, все бурелки будут работать у нас очень быстро. Весь известняк добывается и отправляется прямиком на склад, но на него мы зайдем позже. А пока что обратим внимание вот на эти бирюзовые постройки. Все, что выкрашено в бирюзовый цвет, связано с металлом и всем, что производится из него. Вот так выглядит производство железа сверху. Как видите, здесь очень много собирается компонентов, и все это транспортируется по конвейерным лентам прямиком на склад. Давайте обратим наше внимание вот на эти чудесные фиолетовые постройки сбоку. Прекрасные, сочные фиолетовые постройки сбоку — это конструкторы. Здесь они производят сталь и все, что с ней связано. Они берут свои ресурсы со склада, засасывают их в себя и начинают распределять и крафтить нам всевозможные штучки. Вот, например, в этом контейнере мы видим целый избыток стальных труб. Они очень нужны в дальнейшем крафте на стальной эпохе. А вот здесь у нас производятся стальные пластины. Их чуть поменьше, потому что жрали мы их больше. Но, тем не менее, их тоже в достатке, и они тоже производятся. Идем дальше. От прекрасного фиолетового завода переходим к зеленым конструкторам. Что же они делают? Они делают металлические укрепленные пластины, а также все, что связано со вторичной переработкой металла. Как обычно, они берут все свои ресурсы вот именно с нашего гигантского склада, после чего делают необходимые нам вещи и возвращают их в готовом виде обратно. Просто и удобно. От прекрасного зеленого конструктора мы переходим к добыче меди. Тут мы себе делаем провода, а также некоторые другие компоненты, которые тоже направляем на наш любимый склад. Кстати, обратите внимание, что здесь у нас очень много цветных лент. Они у нас подрисованы для того, чтобы разбираться в ресурсах и особо не путаться. Кстати, добро пожаловать на склад. Здесь контейнеры и определенные конвейеры имеют каждый свой цвет. Оранжевый — это медь, бирюзовый — это сталь, ну и все в таком духе. Система распределения простая. Сначала конвейер закидывает все наверх, а затем, как только контейнер заполняется, он скидывает все свои ресурсы вниз, в нижний конвейер. Для того, чтобы нам не нужно было лезть наверх, мы сразу подходили вниз и забирали то, что нам требуется. Заполненный конвейер снизу перестает заполняться и начинает заполняться верхний. Итак, по цепочке. От чудесного склада переходим дальше. И на повестке дня у нас угольная добыча. Давайте возьмем машину и сгоняем на угольное производство. Итак, перед вами наш гараж. Он находится недалеко от нашей базы и по последней вышке можно понять, где это все. Здесь наши игроки хранят свои тачки. Так что давайте возьмем свободную и приступим. Выезжая из гаража, сразу едем в сторону нашей основной достопримечательности. Это космический лифт. Космический лифт был построен одним игроком, нашим Серегой, который захотел доставлять излишки ресурсов на орбиту для дальнейшей перепродажи. Сейчас мы этим всем занимаемся и развиваем, поэтому очень скоро лифт заработает. А пока что мы копим необходимые ресурсы для отправки на орбиту. Мы проезжаем наш гигантский мост и выезжаем напрямую к добыче угля. Здесь нас встречают дымящие трубы, которые срали на экологию. Мы заезжаем на нашу угольную станцию. Давайте посмотрим, что у нее есть. Итак, угольная станция. Соединяется она с водным насосом. Задалкивает воду и уголь в эти чудесные установки. После чего получает энергию и обратно по трубам отдает ее в виде электроэнергии. Особенностью этих труб является то, что можно регулировать поток воды. Поэтому мы можем получать разное необходимое количество энергии. Кстати, сама добыча угля находится вот на этом чудесном лифте, который добывает ее чуточку выше, прямо из скалы. Замечательная угольная станция. Как здорово, что у нас их несколько. И давайте сгоняем на еще одну, которая находится недалеко от нашей базы. Недалеко от нашего стального завода располагается неприметный мостик, который еще нужно найти. И вот здесь у нас располагается сердце добычи угля. Это чудесный завод, построенный снова Серегой для добычи дополнительного количества угля, необходимого уже не для энергии, а для крафта. Вот так он выглядит сверху. А вот так этот чудесный завод выглядит вблизи. Как видите, здесь все довольно технологично, все подключено к основной электросети, поэтому добыча идет без проблем. Все, что добывается, отправляется вверх по лифту, к конвейеру, и затем направляется часть на склад, а часть на производство. Итак, мы осмотрели все основные постройки нашей основной главной базы. Но у нас есть множество филиалов, поэтому давайте мы посмотрим, что располагается у нас вон в той долине, и сгоняем прямо туда. Здесь нас встречает многофункциональный комплекс, который добывает дополнительное количество всевозможных ресурсов, но пока что никак не связан с основной базой, является автономным источником. Сюда многие наши игроки приходят с той целью, чтобы покрафтить как можно быстрее, не отправляя свою тушу на основную базу, как это все-таки далековато. Давайте зайдем на эту факторию и посмотрим, что же здесь производится. В основном это снова железо и все производные из этого материала. Чуть дальше у нас находятся станции коллекционирования этого лута, различные конструкторы, печки, добытчики. Чуть ниже располагается добыча известняка, чуть дальше располагаются еще одни фактории по производству всевозможных ресурсов. Ну что ж, мы снова встречаемся около космического лифта и обращаем свое внимание на гигантскую трассу в небо. Это наш первый проект по созданию отдаленных баз для добычи уникальных ресурсов и транспортировки им прямо на склад. Помимо этой дороги, мы строим высокоскоростную трассу для быстрого перемещения не только на своих двоих, но и на четырех колесах. Поэтому эта трасса, по которой мы сейчас едем, самая первая. Она еще не завершена, однако на ней уже есть разметка и по ней уже можно спокойно гонять, не боясь куда-либо упасть. В будущем здесь будет наведен марафет, провода будут пущены как надо, лотки будут чуть выше, чтобы машины могли размещаться по двум полосам движения. Конкретно сейчас мы направляемся на производство кварца, а также катриновой руды, которую сейчас и посмотрим. Сейчас мы находимся на производственном перекрестке, и вот оттуда у нас тянется катринная руда. Туда мы еще скатаемся и посмотрим на местный завод. Из катринной руды мы получаем разные катринные проводочки, которые используем для крафта хитроумных механизмов, без которых очень трудно представить наше развитие. А вот прямо здесь у нас находится кварцевый завод. Считается, что это высокогорье, поэтому мы добываем самый высокий кварц в этой игре, по крайней мере мы хотим в это верить. У нас разветвленная станция производства, здесь мы не только добываем, но и перерабатываем этот кварц, после чего направляем пока что по одной несуществленной ленте все возможные изделия из этого самого кварца. Чуть позже, когда мы апгрейдим ленту, мы пустим вторую ленту, которая будет кварц доставлять по раздельности. Пока что нам эффективнее и дешевле доставлять все на одной, и это, кстати, минус, есть над чем работать. Беру на себя ответственность заявить, что именно на этом месте заканчивается оформленная трасса, и дальше начинается деревня Глушь, пиздец и бездорожье. Именно в этих ебенях располагается наш чудесный катринный завод. Не спрашивайте, как мы его нашли и строили, это было достаточно трудно и ресурсоемко, но тем не менее мы справились. Проезжая еще несколько километров Глуши, мы попадаем наконец-то в наш чудесный катринный завод. Здесь достаточно скромное производство, потому что финансирование здесь соответствующее. Естественно, все протянуто к основной сети, которая находится на базе, и мы производим достаточной энергии, но тем не менее мы знаем то, что работы еще очень много, и не говорим, что это идеальная база. Мы показываем текущий прогресс, который будем всячески улучшать. Итак, мы возвращаемся из села в город и обращаем внимание на развилку. Это еще одна производственная развилка, однако здесь мы видим отключенную от основной ленты. Данная лента поставляет нам железо, и чуть дальше находится завод Дальнедырье, как мы его назвали. Дальнедырье, потому что это еще та дырка, и она находится очень далеко. Отключена эта лента только по той причине, что по этой ленте сейчас доставляется катриновая руда, и она нам ценнее, чем еще одна добыча железа. Естественно, мы включим завод, но чуточку позже. Запрыгиваем на конвейерную ленту, и мы видим, как здесь все устроено. Итак, это очередная ферма по добыче железа, и производство из этого железа всего, что только можно. Питание здесь было автономное, вот, поставлялось с помощью этого бёрнера, однако его потом выключили, но зато подключили провода. Правда, сейчас, в данный момент, эти конструкции не расходуют никакую энергию, потому что они остановлены. Мы можем их включить, но зачем? Поэтому пока что они дожидаются своего официального часа открытия. Итак, мы вернулись к себе обратно на базу. Спасибо, что смотрели это видео, и подписывайтесь на этот канал. Более того, приходите к нам на сходку по Сатисфекторе, нам требуются новые руки, нам требуются свежие мозги, и, соответственно, все это добро нам нужно будет оббредить. Это будет интересно, нам подойдут любые игроки с разными вакансиями. Это не только строители, но и следователи, улушальщики, просто строители дорог, почему бы и нет. Ждем вас, пишите нам в Дискорд, напишем время, когда мы играем, и пока карантин, я думаю, можно будет оторваться. Всем спасибо за внимание, всем пока.